Здравствуйте, дорогие друзья! Тема сегодняшней лекции, сегодняшнего семинара – это режим управляемой самостройки. И сегодня я буду говорить о методиках работы с квантовым географическим моделем гравитон, с которым как раз можно работать в этом режиме. И для начала я хочу пояснить, что это за режим, как это работает, чтобы, как мы говорим, это была осознанная работа, включалось ваше сознание, и вы понимали процесс. То есть когда человек имеет знание, понимает суть, понимает процесс, как это происходит, ну тогда у него, наверное, исчезают какие-то сомнения, и он уверен и в своих действиях, и в данных предлагаемых методиках. Режим управляемой самостройки – это как раз то, о чем я говорила, это целенаправленное осознанное управление системой саморегуляции на физическую, психоэмоциональную и ментальную сферы через управление сознательной деятельностью с помощью модуля гравитон. То есть гравитон является как бы таким мостиком, который выстраивает эту связь. Но, к сожалению, у многих из нас эти связи нарушены. А наше подсознание, оно как раз тоже является управляющей такой системой нашего организма в том числе. Какие системы, какие процессы включаются, когда мы работаем с этим режимом? Ну, во-первых, включается система регуляции процессов вообще жизнедеятельности в режиме сонастройки, то есть процессов жизнедеятельности нашего организма. И включается за счет активации и нервной системы. Модуль гравитон усиливает мощность и проводимость сигналов. То есть мы говорим о том, что нейронные связи, центральная нервная система принимает в этом участие. И именно сигнал, где слабые сигналы, начинают проходить. И через системы гуморальной регуляции. Это действия через жидкостные среды. Поэтому вы, наверное, все, кто пользуетесь нашими модулями, заметили, что очень часто мы применяем как бы в методиках действия какие-то с водой. Потому что именно через воду информация записывается. И информация, когда идет в нашем организме, начинает работать на клеточном уровне. То есть эта информация начинает поступать в каждую клеточку нашего организма. Поэтому и при режиме, который мы используем, режим сонастройки, очень хорошо срабатывает именно гуморальная система. И, что немаловажно, в этот процесс включается еще наша вторая сигнальная система. Она выстраивает связь между сознанием и подсознанием. И, конечно, основы этого метода имеют теоретическое обоснование, научное обоснование. В том числе, когда у нас включается система нервная и гуморальная, то процессы, наши многие процессы жизнедеятельности организма осуществляются без участия сознания. То есть мы же не думаем с вами, когда нам сделать вдох, когда выдох, когда мышцы сжатся, когда разжатся. То есть все системы работают как бы автоматически, на автоматическом режиме. И наш мозг, подсознание наше хранит весь процесс его и здорового состояния, которое мы имели изначально. И, конечно, имеют информацию, процесс того развития, когда наш организм давал какие-то сбои. То есть вся эта информация хранится и в нашем подсознании в том числе. И в результате многочисленных экспериментов, я говорю о научных тоже экспериментах, научно доказано, что словесно-образный метод эмоционально-волевого управления состоянием человека оказывает действительно достоверные изменения в его состоянии. Некоторые из ученых уже применяли эти методы и при работе с космонавтами, то есть во многих институтах, когда исследовалась деятельность нашего мозга, работы нашего подсознания и именно как включается работа второй сигнальной системы. Информации об этом много в интернете, поэтому я думаю, кому интересно, можно будет посмотреть. В каких-то лекциях я тоже использовала эту информацию. Мы сегодня говорим именно о том, какие системы, как включается наш организм, когда мы активируем с модулем гравитон, именно направленная работа второй сигнальной системы, потому что мы говорим, используем словесно-образный метод. И эта работа идет через высшую нервную деятельность. Первая сигнальная система, эта система работает в режиме информации в виде света, звуков, изменяя температуры, какие-то внешние источники. И вторая сигнальная система, она как раз, еще раз повторю, работает с информацией в виде слов, знаков, формы, изображений, образов. Поэтому эта система очень мощно включается в работу и в механизмы, особенно саморегуляции. И вот тот механизм саностройки, который мы используем с модулем гравитон, он помогает нам настраиваться, саностраиваться с личным био-энерго-информационным пространством. Почему? Потому что модули работают, как я уже говорила, многомерно с разными структурами нашего организма, то есть и с плотным телом, с физическим телом, и с астральным телом, и с ментальным телом. То есть на всех уровнях, на спирали многомерности, можно так сказать. И поэтому действия, которые включаются в восстановление нашего здоровья и других каких-то систем, мы ощущаем практически, можно так сказать, без разных лекарственных препаратов, мы видим в режиме реального времени это действие. И многие, кто применяет вот этот метод, они с каждым разом убеждаются все больше и больше, как это работает. В режиме саностройки, когда мы саностраиваемся с модулями, с водой, происходит передача управляющей команды, которую, то есть мы даем как бы команду нашему организму, нашему подсознанию, который усиливает гравитон, то есть он дает как бы энергетическое усиление, он дает этим сигналам пройти, этой командой пройти в поле клеток в том числе. И наше подсознание принимает эту команду к исполнению и начинает производить какие-то действия саностройки. И в состоянии именно активизированного подсознания возможно восприятие как управляющих звуковых команд, так и мысленная передача команды своему подсознанию. Мы с вами говорили о том, что можно мысленно работать с гравитоном, в этом режиме можно словесно, но я хочу сказать, что словесная команда, она срабатывает больше, мощнее, потому что мысль уже первичная была, а когда идет звуковой сигнал, звуковой импульс, это как бы работает мощнее, чем просто мысль. То есть лучше все-таки, чтобы команда была звуковая. Тем более звуковая команда, она лучше работает в режиме саностройки, именно подстраиваясь в режиме сканирования. Первый механизм, который включается при работе по этой методике, происходит сканирование в соответствии с той командой, которую мы даем. То есть первый режим, когда у нас вода находится на модуле гравитон, я об этом далее скажу, именно включается режим сканирования. То есть когда мы даем какую-то информационную управляющую команду в режиме словесной формулы, эта команда входит в резонанс с информационным многомерным пространством нашей голографической матрицы и включает информационную составляющую организма, систем, органов, клеток, молекулярную, полевую структуру. И когда входит в резонанс эта команда, естественно, она начинает сравнивать с тем эталоном, который у нас был заложен. Это, можно сказать, норма здоровья клеток, органов систем. У нас эта информация вся хранится в подсознании. И при режиме сканирования, обнаружив соответствующие программы, в соответствии с той командой, которую мы даем, обнаружить и увидеть, где проблема какая-то, устранить причины блок, где не проходит сигнал, может где-то нарушенная связь, то при обнаружении проблемы усиливается мощность и проводимость сигнальной системы и включается обратная связь. То есть включаются механизмы саморегуляции, которые тоже изначально в нашем организме заложены. И управляющая программа, то есть центральная нервная система, приняв уже сигнал, увидев, что там где-то есть проблема, направляет ответ на восстановление. То есть, как я уже сказала, включается механизм саморегуляции. Каков алгоритм работы по методике механизма саморегуляции с модулем гравитон? Значит, первый этап идет – это сканирование. Для этого необходимо взять нам воду. Вы можете взять стакан воды, вы можете взять литр воды. То есть, это индивидуальная работа идет. Вода находится обязательно на гравитоне в зоне человека, где надпись «гравитон» – это информационная, как мы говорим, или у нас так уже люди называют, это сторона обнуления. И произносится управляющая команда на сканирование имеющейся проблемы. То есть, здесь мы знаем, когда мы просто программируем воду, мы знаем, что здесь ничего на воду не запишется, потому что идет все время стирание информации, обнуление информации. Но в этом режиме, режиме сонастройки, нам нужно держать воду на стороне обнуления. То есть, вода будет являться как бы такой широкополосной антенной, которая будет считывать информацию о состоянии организма. То есть, она как бы антенной такой своеобразной является, проводником для считывания информации. А гравитон уже запускает определенную команду, когда мы ее проговариваем. И в течение 10-15 минут мы проводим наблюдение за реакцией нашего организма. То есть, внимание направлено на внутреннее ощущение, на внутреннее состояние. Алгоритм сканирования. Конечно, для этого нужно уединиться, чтобы никто не мешал. Отключить телефон. Вода находится, как я уже сказала, на модуле гравитона, на стороне обнуления в поле человека. То есть, именно как бы зафиксировать руками свою вот эту зону, чтобы в нашей энергии находился модуль. И работаем с имеющейся на данный момент проблемной ситуацией. Например, может быть, это давление. Кстати говоря, вот те, кто у нас есть участники чата, они наблюдают, когда мы даем такие рекомендации в каких-то ситуациях, поработать в этом режиме. И обратную связь получаем, что, например, было высокое давление. Человек поработал по этой методике. Буквально через несколько минут постепенно давление приходит в норму. То есть, без лекарственных препаратов мы можем в таком режиме поработать. В режиме, например, самочувствия. То есть, это может быть давление. Это может быть боль, которая может быть такой гуляющей болью. Это может быть депрессивное состояние. Это может быть просто плохое самочувствие, когда человек не может объяснить, что болит. Вроде и не болит, но он плохо себя чувствует. Это может быть какое-то негативное личностное качество проявляется, эмоция какая-то захлёстывает, например, обида, может быть страх. То есть, мы можем проработать какую-то проблему, которая беспокоит нас именно сейчас. Это может быть температура, это может быть простудное состояние какое-то, воспалительный какой-то процесс. То есть, вот сейчас плохо человеку, неважно что. И мы можем в этом режиме буквально за 15-20 минут поработать с гравитоном, стабилизировать, нормализовать его состояние. То есть, мы должны определиться, что я сейчас буду прорабатывать с этим модем. Для этого далее мы... Вода у нас стоит, и мы буквально не нужно ждать 2-3 минуты. Поставили водичку, несколько секунд, и мы должны произнести установку, или, как мы говорим, команду, которая запускает режим сканирования. Например, вот начинать нужно всегда именно с этих слов. Прямо сейчас, в режиме реального времени. Эта вода принимает такие свойства, которые устраняют причины, и вы перечисляете то, что вас беспокоит. Например, если беспокоит поясница, спина, вы можете сказать, боль в спине, напряжение мышцы. Вы можете сказать конкретно, боль там в пояснично-крестовой области. Может быть, нарушение движений, амплитуда или тяжесть. То есть, вот просто своими словами проговаривайте те симптомы, которые вас беспокоят. Как выражается эта жалоба? Если это, например, психическое какое-то напряжение, вы также можете сказать, что прямо сейчас устраняется. Эта вода принимает такие свойства, которые устраняют причины, например, моего плохого настроения, или причины депрессии, или причины снижения работоспособности, может быть, снижение или обиды. Какое состояние от обиды? Что мы чувствуем при состоянии обиды? Конечно, вы себя некомфортно чувствуете. Например, устраняют слезы, обиду, эмоцию, обиды. Вы чувствуете, может быть, напряжение, может давить на сердце. То есть, вот своими словами проговаривайте, как вам плохо и что вас беспокоит. Указали имеющиеся, перечислили имеющиеся жалобы. Далее, следующая фраза, продолжаем. Эта вода принимает такие свойства, то есть, такую же фразу практически проговариваем, которые прямо сейчас восстанавливают состояние здоровья. Ну, в данном случае, мы, например, говорили, если это проблемы с позвоночником, то проговариваем восстанавливать состояние здоровья моего позвоночника, крестово-пояснично-крестовой зоны, например, мышцы спины, двигательные функции, до природной физиологической нормы. И далее, мы должны где-то 10-15 минут посидеть возле этой воды и погрузиться как бы в себя, свое внимание направить внутрь себя. То есть, постараемся прислушаться, что будет происходить в нашем теле, в нашем организме, в любых частях, в голове, там еще где-то, потому что, если, например, боль в пояснице, ну, может быть, реакция, извиняюсь, конечно, в пятке, да, или в пятой точке. Почему? Потому что поясница, боль в пояснице – это следствие. Но есть причины, которые привели к этой боли. Поэтому смотрите, наблюдайте за реакцией своего организма. То есть, в этот момент происходит сканирование, диагностика вашего организма с помощью модуля гравитон и воды. То есть, это режим сканирования. То есть, начинает происходить, еще раз повторяю, режим самодиагностики. И вам модуль начинает показывать проблемные точки, проблемные зоны в вашем теле. Далее, через 10-15 минут, то есть, если вы уже чувствуете какое-то облегчение, вы можете, или реакция закончилась, вы можете перейти уже в следующий режим. Это второй этап, это этап сонастройки. В этом случае вы располагаете эту животу на стороне энергетической, на гравитоне. Произносится управляющая команда, то есть, тот же самый текст, который вы использовали в режиме сканирования. То есть, в этом случае уже, когда вода стоит на энергетической стороне гравитона, происходит уже программирование воды. То есть, на обнуление у нас происходит режим сканирования, а именно запись информации на воду мы проводим на энергетической стороне гравитона. То есть, именно сейчас у нас включается вторая сигнальная система. То есть, команда, словесная установка будет работать, записываться в том числе и на каждую клетку, когда мы эту воду будем выпивать. И также, эта вода в течение пяти или десяти минут, то здесь можно время поменьше, раза в два сократить. И проводится также наблюдение за вашей реакцией, также, что происходит в вашем организме. Может быть, не только в организме, может, в состоянии психическом, эмоциональном. Может, если это психическое напряжение или стресс был, и последствия стресса, например, сказали, боли в сердечной, боли в области сердца или боли в спине. И вот этот вот блок, энергетический, психический блок, эмоциональный блок, при выходе, например, он может выйти через эмоциональное проявление. Это могут быть слезы, это могут быть зевота, это могут быть вот такие даже проявления. То есть это происходит разблокировка. Поэтому наблюдаем за своим состоянием. После этого воду можно выпить и объем здесь, как я уже говорила, можно конечный стакан воды зарядить, можно разделить на 2-3 приема в течение дня, если вы заряжаете 0,5 литра или 1 литр. То есть в зависимости от вашего состояния, можете объем, количество воды взять любое. И в алгоритме сонастройки мы произносим, я как уже говорила, ту же фразу, ту же установку прямо сейчас в режиме реального времени. И эта вода принимает такие свойства, которые устраняют причины, как я приводила, например, боли, напряжение мышц, скованности в спине, в пояснично-крестовой зоне, указываете имеющиеся жалобы, лично ваши, я здесь как пример привела, связанные именно с этой проблемой. И далее также проговариваете, эта вода принимает такие свойства, которые прямо сейчас восстанавливают состояние здоровья моего позвоночника, мышцы спины, двигательные функции до природной физиологической нормы. Ну и естественно вы можете еще свое добавить. То есть как мы видим, вода стоит также в вашем поле на энергетической стороне и запись информации. Теперь команда уже непосредственно записывается, команда на воду и потом через воду эта информация передается второй, через вторую сигнальную систему и включает механизмы саморегуляции. Также, как я говорила, наблюдаем за своим состоянием в течение вот 5 или 10 минут, которые вы находитесь рядом с водой и с модулем. И далее вода выпивается. Как я уже говорила, можно разделить ее на 1-2 приема. В каких случаях? Ну я думаю, это очень такая простая на первый взгляд методика, но она очень действенная и ее можно применять в различных случаях, когда в непонятной природе боли, состоянии и так далее. Вот эту методику когда можно применять? В первую очередь, конечно, когда идет сбой в работе наших систем, то есть для саморегуляции нашего организма. И в основу этого метода поставлена задача на устранение имеющейся в данный момент жалобы на физиологическом уровне, то есть на улучшение самочувствия без применения медикальных, каких-либо технических средств или приборов и прочих других методов. И метод способствует восстановлению и поддержанию нормальной работы органов и систем путем восстановления, как я уже говорила, биологической обратной связи и включения управления со стороны центральной нервной системы. То есть обратная связь включается в работу. Можно применять в любых, еще раз говорю, при любых жалобах, которые связаны с нашим здоровьем. И, конечно, очень хорошо модуль вот в этом режиме, режиме сонастройки проявляет свою максимальную активность, когда человек, например, на работе, имея соответствующую какую-то профессию, естественно, работает на грани своих физических, умственных возможностей. Но мы знаем, у нас сейчас и так идет напряжение практически у любого человека. Но есть вот рутинная работа, когда человек, неважно, загружен умственным трудом, физическим трудом, и когда он понимает, что уже все в силе на пределе, когда уже голова раскалывается, она может не болеть, но тяжесть в голове уже распирает от перезбытка информации. Вот в этом случае вот этот режим срабатывает хорошо. Ну, как говорят, чем хуже, тем лучше. Вот модули в данном случае вообще всегда у нас работают очень эффективно и проявлено, когда самая какая-то критическая проблемная ситуация. Поэтому в любом случае первый режим, он направлен на регуляцию, на восстановление саморегуляции организма. То есть проблемы, которые у нас проявляются на физиологическом уровне. Второй режим, это в этом режиме методики сонастройки мы можем поработать целенаправленно и воздействовать на свое психическое состояние, на восстановление своего психического состояния. И, конечно, этот режим сонастройки применяется для преодоления стрессов, перегрузок, психических перегрузок. В каких-то ситуациях может быть нужно раскрепощение, расслабление, снятие блоков, зажадости, преодоление каких-то внутренних барьеров, для снятия нервно-мышечных зажимов, для реабилитации после неврозов, при психосоматических заболеваниях. И, конечно, очень действенный метод, режим сонастройки, это применение его в спорте при тоже психических перегрузках, мы знаем, да, но это может быть не только спорт, когда нервная система у нас напряжена, психика напряжена. Это могут быть какие-то комиссии, проверки. То есть я думаю, что такое напряжение практически у каждого человека бывает, я говорю, это связано, например, сферой профессиональной деятельности. Поэтому очень хорошо применять действия этого модуля, проявляться, например, во время сдачи экзаменов. Вот сейчас как раз актуально дети начинают, скоро у нас сдавать экзамены, сдают зачеты. Так вот, чтобы снять у ребенка напряжение перед экзаменом, после напряженных вот этих всех ситуаций, связанных с экзаменами, еще раз говорю, очень хорошо этот метод срабатывает. Конечно, очень эффективно этот метод работает не только для снятия стрессов у детей и взрослых, в том числе, которые пострадали после чрезвычайных каких-то ситуаций. Для служащих, силовых структур, спецназа, то есть это люди, профессия которых связана с зоной риска. Это те же самые пожарные, то есть это служба МЧС наша и так далее. То есть вот этот режим очень мощно срабатывает и очень быстро человека приводит в состояние психического спокойствия. То есть снимается напряжение, снимается стресс. И, как я уже говорила, проявляет максимальную активность условий, где человек работает на грани своих психических возможностей, умственных возможностей при различных перегрузках. И третий режим также можно применять, это целенаправленное воздействие на систему саморегуляции интеллектуальных способностей. Данный режим сонастройки также проявляет активность свою в тех условиях, когда человек тоже на грани находится своих умственных либо психических возможностей. То есть это и ученые, это люди, у которых ментальная сфера задействована, где нужно думать, где нужно особенно. Это руководители различных фирм, это естественно, это научные какие-то направления, где очень напряжение, ментальное напряжение идет серьезное, где нужно принимать, скажем так, ответственное решение, где нужно принимать не только ответственное, но и правильное решение. И как мы понимаем, когда у нас идет напряжение, когда у нас хаос в голове, перезбыток огромнейшей информации, тем более вот сейчас, особенно в последнее время в пандемию, мы понимаем, какой перегруз у нас идет, тем более время ускоряется у нас и идет перегруз информационной, скажем, нашей сферы. То есть переходя на цифровые технологии, мы понимаем, что они позволяют нам обрабатывать огромный объем информации. Но это компьютер обрабатывает огромный объем информации, но наш мозг от перегрузки, он не может, к сожалению, обработать огромнейший объем информации, знать, что происходит. Это нервные срывы, это давление, это инсульты. То есть, естественно, когда очень много ненужной даже информации, человеку очень сложно найти правильное решение, выбрать правильный вариант и, конечно, принять какое-то ответственное решение. Поэтому вот в этом направлении очень мощно эта методика срабатывает, когда мы можем с помощью режима самостройки снять ментальное напряжение, психическое напряжение. И, конечно, можно прорабатывать в этой области, это слабые стороны личности, например, когда человек, ему сложно принимать какие-то решения, он все время колеблется. Ну, естественно, это не только характер, но это личностные качества человека, слабые стороны каких-то качеств. И поэтому вот этот модуль, когда мы самостраиваемся в режиме, в этом, например, можно проговорить, пускай прямо сейчас в режиме реального времени, пускай эта вода принимает такое смойство, которое устраняет у меня сомнения в принятии, например, решений, страх, может быть, страх ответственности, страх. То есть вы проговариваете то, что вам мешает принимать какие-то решения или неуверенности. То есть это как раз работа идет со своими слабыми сторонами личности. Также можно применять этот режим самостройки при пониженной интеллектуальной, творческой активности, снижении памяти, низкой скорости усвоения или обработке информации для развития желаемых качеств, которые бы вы себе видели, потому что мы понимаем, что сейчас идет такая конкуренция. Не просто мы говорим за рабочие места, а действительно сейчас уже работодатели, если раньше смотрели на диплом, как мы говорим, то сейчас смотрят на то, что умеет человек, объем его возможностей. Поэтому очень важно, естественно, развивать свои сильные стороны, но в то же время с помощью этой методики мы можем отработать и слабые какие-то свои качества, которые мешают нам, например, раскрыть и реализовать свои способности. Конечно, эту систему, методику можно применить и для ускорения любого обучения. Ну вот сейчас заканчиваются экзамены, наши дети поступают в УЗИ или следующий год у нас учебный начнется, и мы можем использовать режим этой сонастройки. Это очень легко делается, легко можно ребят этому научить. Для чего? А для того, чтобы у него включились возможности на усвоение информации, на запоминание и так далее. Для разблокировки и развития творческих способностей, для интеллектуальных способностей. То есть вот этот режим, вначале я вам говорила, алгоритм, то есть в режиме сканирования, мы проговариваем на устранение причин вот какой-то слабой стороны или каких-то жалоб, или что мы хотим исправить, что плохое проявляется, например. И во второй части, когда идет режим сонастройки, во второй части, вернее, вот этой вот командной, словесной команды, мы проговариваем, что мы хотим в итоге получить. То есть как бы наша команда состоит из двух частей, первая часть. Это мы говорим, что нужно убрать причины, какого негативного, какого-то состояния, качества. А во второй половине этой команды мы говорим о том, что мы хотим. Что мы хотим, чтобы у нас преобразование произошло из минуса в плюс. Вот я как раз сказала главные такие направления работы, методики в режиме сонастройки. И хочу еще добавить, что когда мы начинаем проговаривать какую-то команду, заранее ее нужно написать на листочке. Вы даже можете ее оставить, не выбрасывать, потому что в каком-то случае она может пригодиться. Для чего? Для того, чтобы вы безошибочно правильно проговорили. То есть вы должны проговорить этот текст и на стороне обдуления, когда у вас стоит вода. И в этот момент сканирование происходит в соответствии с этой командой. И этот же текст вы проговариваете на стороне энергетической, где уже программируется вода для включения второй сигнальной системы. То есть вам нужно без ошибок все это проговорить. И поэтому даже если текст небольшой, вам кажется, что вы его запомнили, но одно неправильно. Произнесенное слово, пропущенное слово, поменяли местами, все, уже текст по-другому будет работать. То есть связка слов и смысл уже, который был задан вначале, он уже потеряется. Поэтому обязательно нужно заранее прописать то, что вы будете проговаривать. То есть какую команду вы будете придавать для режима самостройки. Ну, я уже проговорила, как работает эта методика, какие системы включаются, в каких случаях можно применять эту методику, из каких алгоритмов состоит, как выполнять правильно эти действия, последовательность действий. И если возникают какие-то вопросы у нас из чата, вы можете писать эти вопросы в чаты. Обязательно, как всегда я говорю, ждем обратной связи от вас, потому что мы должны понимать, что мы говорим, и вам эта информация нужна, что вы ее применяете. И нам тоже нужно видеть, в каких случаях, как срабатывать это, может кто-то совершает какие-то ошибки. То есть вы все-таки, моя просьба к вам личная, это обязательно обратная связь. То есть проработайте какие-то ситуации, напишите нам на почту, напишите нам через сайт, и можно тоже в режиме, где у нас, напишите нам, есть рубрика, или задать вопрос, или в чате. Напишите о своих ситуациях, которые вы решили с помощью этой методики, методики режима самостройки. Ну, теперь я с вами прощаюсь. Желаю вам как можно эффективнее решать те проблемные ситуации, которые у вас имеются, и не лениться. Самое главное, как мы говорим, если человек ничего не делает, ничего не происходит. Но если вы начинаете активно работать с модулями, это потом входит в привычку, и вы уже в любые ситуации решаете легко. У вас уже нет каких-то трудностей в жизни, потому что вы знаете, что у вас есть такой инструмент, как гравитон, есть у вас методики различные, и вы всегда можете какую-то ситуацию, особенно если это в режиме реального времени, вот сейчас что-то происходит, вы всегда можете решить эти проблемы. Еще раз я желаю вам успехов в применении данных методик, и жду обратной связи. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok